Легким движением руки веер превращается в такую элегантную шляпку. Такие аксессуары во Вьетнаме придумали исключительно для туристов. Согласитесь, удобно, можно и обмахиваться, и голову от солнца прикрыть. Менее замысловатые, но более древние и дорогие экземпляры вееров можно уже с сегодняшнего дня увидеть на выставке в Иркутске. Экспозиция открылась в музее-усадьбе Сукачева. Здесь десятки предметов с интересной историей. Например, есть образцы 19 века. Тогда эти вещи были не просто аксессуарами, а настоящими знаками отличия для разных сословий. Их использовали даже мужчины. Позже в Европе этот предмет туалета стал чисто женским. Там же появился и веерный язык флирта. На выставке есть предметы, отражающие все эти периоды. А также уникальные экспонаты, которые раньше были личными вещами Надежды Сукачевой. Это три веера, и слоновая кость с именными вензелями. Надежда Владимировна. Лебяжий пух, дерево, шелк. И черепаховый панцирь и страусиное пиро. То есть это, наверное, так скажем, изюминка. Субтитры сделал DimaTorzok